В этой базе данных находятся файлы-досье множества людей. А вот те операторы, как принято говорить, которые имеют должность по этой базе данных, они могут в этот файл-досье внести любые сведения, которые опорочат этого человека, которые присвоят ему свойства, которых у него нет. Или добавят какие-то отрицательные свойства, лучше чем дело, чудесательные только. Вот они, непрерывно обновляемые большие данные, как сейчас придется говорить, с помощью которых искусственный интерес будет ставить людям оценки за их поведение и даже за их мировоззрение, как объектом жесткого управления. Соответственно, право на принятие решений получают информационные системы, действующие по заложенным в них алгоритмам. Повторяю, это жесткое управление биообъектами в заданном хозяевами платформы режиме. Сюда нельзя, сюда нельзя. Это запрещено, это недоступно. И другие подобные команды, позволяющие как угодно манипулировать людьми. Вот и в чем дело. И машина-то эта, по-другому работать не будет. А именно, потому он горит, на который у него заложит. Как когда-то сказал один право защиты государственной дуги, да? Очень хорошо сказал. Но и нахер признает, что такое христианское. Вот у него открыт, подокрыт, все. Понимаете? Если у человека права, не если у человека прав. Система определить. Вот чуть-чуть. Плюс, конечно, будет действовать единая система удаленной биометрической идентификации, через которую будут оказываться элисторонные савычки в услуге. Все только ради клиента. Дайте получить услугу. Индивите твои конфиденциальные биометрические данные. Что-то сегодня входит в врачи. Второй профиль в лечах. Второй профиль в горы. Опечатки пальцев. Рисунок в печатке глаз. Расположение крови на сухах. Выдох на руках. И так далее. Питаты. И тем не ограничен. Словь идет ДНК. И в этом разцы вот этих вот конфиденциальных геометрических данных под идентификационным номером человека будут храниться у него два и века. А цифрованный человек будет стоять перед необходимостью прохождения унизительных процедур снятия геометрических параметров. Но, как мы уже знаем, и отрисовывается к ним со временем для хранения геометрических данных геометрических данных. Идентификационным числами. Вот такая история, дорогие мои слушатели. Это будет тот сумм, в котором полностью упраздняются все конституционные права и свободы граждан. Фактически уничтожается благоданная свобода человека, который не отнимает сам Господь Бога. Принцип приземственной виновности заменяется на принцип приземственной виновности с момента рождения. А дети могут получать вместо нее идентификационные номера еще вроде матери. Вот все описанное иначе как каталитарным адом не назовешься. Ну, конечно, сколько я про это информационный не забыл. А что можно говорить, но я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok